Привет, друзья! С вами снова Антон, канал Street Workout. А это значит, что сегодня мы снова будем смотреть на выходы силой. И за прошедшее время мы с вами посмотрели довольно много обучалок. Среди них были как плохие, так и очень плохие обучалки. Но то, что мы с вами будем смотреть сегодня, это, наверное, худшая обучалка по выходам силы из всех, которые я когда-либо видел. Ну, серьезно, она просто ужасна. Она не только чрезвычайно неэффективна, поскольку автор ролика сам плохо понимает, что именно происходит, когда ты делаешь выход силы. Но также он дает очень опасные, особенно для начинающих, упражнения, которые прямой наводкой могут привести к получению различных травм. Например, таких неприятных, как медиальный эпикондилит. Я надеюсь, что мне удалось вас заинтересовать, потому что сегодня мы будем смотреть видео с канала раз на раз под названием «Гога прокачивает связки. Учимся делать выход силой». И отдельно скажу, что меня очень печалит тот факт, что подобные бессмысленные и даже опасные для здоровья ролики собирают огромное количество просмотров, в то время как наши познавательные научно-популярные видео не собирают. Одна из причин этого заключается в том, что их качество съемки намного выше, чем наше. У них есть даже собственный оператор, который все красиво снимает. Для того, чтобы у меня тоже появилась возможность нанимать оператора, а не только снимать самому, мне необходима ваша поддержка. На сайте Boosty можно оформить спонсорскую подписку всего от 200 рублей в месяц. И как только объем ежемесячной спонсорской поддержки приблизится к 40 тысячам рублей, я смогу нанимать оператора на съемку каждого ролика. И тогда качество видео, естественно, значительно вырастет, а вместе с ним и вырастет наша возможность достучаться до новой аудитории. На данный момент мы собираем 12 тысяч рублей каждый месяц, и этого хватает на то, чтобы отдать пару-тройку роликов на монтаж на сторону. Но ничего, мы только в начале пути, и если есть желание помочь нам продвигать знания и научный подход в массы, то вы знаете, что нужно делать. А теперь примемся за разбор. Ой, как давно это делают. Мне уже заболело просто, когда я взялся. Статика без смс-регистрации. Ребятки, всем привет. Новый выпуск «Краснораз». Сегодня у нас такой вот информативный будет выпуск, потому что не все же нам развлекаться, правильно? И все какое-то дерьмо снимают. Сегодня у нас будет информативный ролик. Сегодня, хотя нельзя сказать, что он будет обучающим, нет. Но это не так и верно, потому что обучающих роликов в конце дыхания. Это будет некий совет мастера. Просто я называю его мастером, вы сейчас узнаете, кто это, хотя по превьюшке и так все поняли. В общем-то, вписался я в такую не самую приятную вещь со своим приятелем. Относительно такой вот зарубы. И там, грубо говоря, финальное упражнение должно быть «выходы силы». А у меня вот как-то все не получать. Кто-то из вас скажет, что. Вот сразу думает, улыбается. Ну, нахрен выход силы, ты перемешивай-ка не поешь, правильно? Какие у тебя там выходы силы? Но я верю в себя. Возможно, когда-нибудь да получится. И поэтому я попросил на великолепную Гога Тукури помочь мне с этим. Так что давайте поддержите лайками. Вы же хотели вот информативного что-то, правильно? Пора уже. Погнали. Я тут настраиваю усы, короче, и максимально вниз их накидываю. Ребят, всех приветствую. Меня зовут, да, Гога Тукури? А сегодня максимально солидные рожи у нас будут, потому что, типа, блядь, технические штучки, блядь, да моменты. А Санчо захотел... Что ты же захотел выхода силы? Научиться делать. Мрачное движение, если мы говорим про строгость выходов и так далее. Если там делать с элементами раскачки, еще ладно, как-то можно. Много обучающие всякой ереси вы можете посмотреть в интернете «Базара ноль». Но я хочу еще со своей дурной колокольни кое-какие нюансы сказать, которые почему-то... Может быть, говорят, может, нет, я хрен знает, но я все равно по этому поводу. Повторение мать всего, там мать учения, мать богов или как там. Ну ты смотрел, как-нибудь сам обучающие эти штуки? Нет. В плане того, что в интернете полно ереси, мы с вами отлично знаем. В плане того, что он сейчас будет нести ерунду со своей колокольни, это нам еще с вами предстоит увидеть, к сожалению. Очень часто люди имеют желания, которые не соответствуют действительности. То есть вот этот Санчо, он хочет научиться делать выходы силой, именно силой, но при этом уровень его физической подготовки не соответствует тому уровню, который должен быть, чтобы научиться делать выход силой. Что делают в таком случае фитнес-тренера, которые хотят зарабатывать деньги или просмотры на ютубе? Они, естественно, тебе скажут, конечно, мужик, давай попробуешь, я тебе сейчас подскажу, помогу, и ты сейчас сделаешь. Что делают воркаутеры, когда видят на площадке людей, которые пытаются делать то, что им еще пока рано делать? Они объясняют, что, мужик, тебе еще пока рано делать выход, тебе нужно сфокусироваться на базе, на подтягиваниях, отжиманиях от пола, отжиманиях на брусьях, их вариантах, подготовить мышцы, подготовить сухожилия. Потому что выход силы – это достаточно тяжелое движение. Для новичка, для новичка, называть его мрачным я бы не стал, но для новичка, действительно, который недавно тренируется, она действительно создает очень большую и очень необычную нагрузку в процессе его выполнения, особенно, если у вас не хватает сил. И поэтому, конечно, подходить к его изучению нужно аккуратно. Так что у тебя будет непритятое какое-то, знаешь, такое мнение. Не смотрел. Но его стоит послушать. Кто не видел, у Виктора на канале вышел ролик с Нелета, и там ты сделал 35 выходов силы. Ну, это не то, что выходы силы, это грязная версия. Выходы силы строгие делаются вот так. Сейчас я, блядь, на холодную сейчас. Смастер, просто мастер. Не, не, до мастера далеко. Смотрите, строгайший. Ну, могу многие сделать так. Ну, и то, и там можно докопаться. Это золотой стандарт шреддера или еще нет? Не знаю, не знаю. О, нет, он сделал только по потяге. Я могу еще узким сделать. Надо понтоваться или не надо? Не надо. Окей. Ну, там 35 таких выходов грязных. Ну, при том, это и не склепка была все равно. Склепка, как я понимаю, это когда ты вообще ноги близко к себе поднимаешь, и за счет инерции вылетает. Короче, просто что-то делал. Просто грязные. Да, просто грязные, потому что строгие. Я не пробовал на количество, но не думаю, что 35 будет. Санчо изъявил желание вписаться в эту чертову ересь. Просто попробую. Как сказать, ребята, очень важный фактор, это, блин, не только вот этот взрыв, но тут еще надо систему кистей иметь. Круглые широчайшие, плечи. Я считаю, что должно быть все в комплексе, нет чего-то одного. Ну, окей, ну ты сильный, но ты не сделаешь там некоторые моменты. Там много нюансов. Ну, эти нюансы, они дорабатываются всякими подводящими, всякими, блин, этой подсобкой, статическими темами, которые, ну, как-то, никто их не любит, к сожалению. Они скучные, но они эффективные. Я вот говорю, всегда привожу к примеру, вот к примеру, там, рестлеры и скалолазы. Ну, это по рукам я имею в виду. Вот это топчик в руках. И считаю, что здесь нужно сейчас ориентир сани сделать. Это вот плечевая и ручная вся эта система, верхние конечности. Это прям ориентир скинуть туда. Ну, и немного спины захватить. Ну, сам факт. Здесь вот прям, если сильные руки, то можно вывести прям свой организм до строгих выходов сил. Во-первых, мы смотрим ролик уже 6,5 минут, и еще ничего не произошло, кроме того, что Гога сделал один раз выход силы среднего качества. Несколько времени потрачено впустую на просмотр этой ерунды. Во-вторых, что касается армрестлеров и скалолазов, у них действительно, действительно есть чему поучиться в плане прокачки именно рук, предплечий. Все, что связано с хватом, у них огромное количество полезной информации, накоплено за долгие годы существования этих спортивных дисциплин. И там есть много всего, чему можно подглядеть. Что касается того, что Санчо надо качать руки, это уже нам говорит о том, что Гога не понимает, как выполняется выход силы. А выход силы выполняется в первую очередь за счет работы широчайших мышц спины. Когда вы висите на прямых руках, вы делаете максимально взрывное движение, приводя плечо к туловищу. И это как раз выполняется работа широчайшей мышцей. И чем она у вас сильнее, чем вы можете ее сильнее сократить максимально взрывным темпом, то есть с помощью использования высокопороговых мышечных волокон, тем выше вы сможете подлететь. Чем выше вы подлетаете, тем меньше работы приходится делать всем остальным мышечным группам. То есть если вы достаточно высоко подлетаете, вам нужно просто провернуть кисть, вставить локоть и все. И вы уже сделали выход силы. Чем ниже вы подлетаете, тем больше вам нужно будет использовать различные другие мышцы. И нагрузка для них будет очень и очень большая. Чуть позже в этом ролике мы на это остановимся. Расскажем еще, где будет Гога. Не понимать, что происходит в процессе выхода. Но конкретно руки... Нет, нет, нет. Ни бицепс, ни плеча лучевая не дают тебе выход силы. Выход силы тебе дает спина. Сильная спина. Я читал, типа, знаешь, пока не делаешь 10, там, подтягиваний, там, или пока не делаешь, там, 15 брусьев, типа, можешь даже не начинать. Как ты думаешь? Да нет, ну почему? Надо пробовать. Кто-то иногда делает подтягивания в крутом формате, прям вообще, там, бог царь, а выхода не может сделать. Ну, такое тоже бывает. Ребята, мы все разные. Все разные. Нет. То, что мы все разные, не имеет отношения к данному вопросу. Если человек делает много подтягиваний, скажем, 30 раз подтягивается и хорошо подтягивается, высоко, но при этом не может сделать выход силы, то единственная причина, по которой это происходит, потому что он не понимает механику движения. То есть, скорее всего, он пытается сделать выход силы ровно по той же траектории, по которой делает подтягивание. То есть, когда себя подтягивает к турнику, а надо в выходе силы, как вы уже знаете, опускать турник перед собой. То есть, не себя к турнику, а турник перед собой. Движение немножко отличается, и ни у кого, у кого сильная спина, не возникает проблем в выполнении выхода, когда он понимает, как их нужно сделать и как нужно проворачивать кисть. Вообще ни у кого. Если у тебя достаточно силы, выход силы ты можешь освоить за один день. Без проблем. Что касается количества отжиманий на брусьях, количества подтягиваний, которые нужно уметь делать, перед тем, как начинать делать выходы силы. В действительности, и у меня есть ролик на канале, где я подробно объясняю, почему, для того, чтобы делать выход, достаточно уметь подтягиваться всего один единственный раз. Один раз научились подтягиваться и сделать выход. Потому что разница между выходом и подтягиваниями заключается в силе, а не в выносливости. И поэтому вовсе не требуется делать большого количества подтягиваний. С другой стороны, чем больше вы делаете подтягиваний, чем увереннее вы себя чувствуете на дружниках, на брусьях, чем сильнее ваши мышцы, тем более безопасным будет для вас это движение и тем быстрее будет его освоение. Потому что если у вас недостаточно силы, вам нужно будет компенсировать недостаток сил с помощью техники, с помощью киппинга. И это будет уже, конечно, не выход силы, а выход на две, и постепенно, по мере роста силы в выполнении выходов, вы будете уменьшать величину киппинга, увеличивать величину силы и дойдете таким образом до выхода силы. Но вот эти все предостережения, что лучше делать 20 подтягиваний, 30 на брусьях перед тем, как начинать выход силы, они даются в большей степени с точки зрения безопасности. Потому что риск получения травмы значительно снижается, если у вас уже есть хорошая база. Так, я делаю сначала... Ты разгон сделай. Все. Блин, тут, блин, тут столько всего. У тебя, мне кажется, взрыва нет, еще что-то. Ты же попробуй склепку, а то прям выкинь. Ну, покажи вот именно как склепку. Я немножко просто... Слушай, разные есть вещи, когда выкидываешь ноги и по инерции сдрагиваешь вверх. То есть сначала это получается... Ну, это вообще не склепка была у Гоги. Всем привет, и сегодня мы с вами будем делать склепку. Сейчас я вам покажу этот элемент. И удивительно, что он удивился, что у парня нет взрывной силы. Вот так дела. Но в плане того, что у него действительно очень много вещей, над которыми надо работать, это правда. Очень много всего. Вот от себя ты идешь сюда, и... И отсюда идет? Или я поздно уже стартонул? Нет, не подводя. Подводящий иногда бывает, видишь, вот у меня, вот тут зона таза. Да. Тебе надо прям ее тащить вверх. Ага. Такие, знаешь, легкие. Идешь, тащишь. Ага. А когда уже, когда назад начинаешь движение уже? Ну, пробуешь. Ты можешь начать вот с этих движений. Что за чушь? Вы просто посмотрите, как делает Гога, когда он тащит зону таза к турнику. Как он собирается сделать выход из положения практически горизонтального. Это ровно та же самая ошибка, которую мы с вами видели у Арсения Неофита в ролике, где он показывал, как делать мах ногами, и при этом ему делать становилось тяжелее, чем когда он делал без этого маха ногами. Потому что нет, нет, не нужно таз к турнику делать. Посмотрите, пожалуйста, разбор ролика Виктора Блуда, в котором он объясняет технику киппинга. Кстати, этому же самому Санчо, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Вот. Я не знаю, зачем ему два разных учителя. Но Виктор объясняет в точности, что нужно делать ногами, прессом. Как это делать для того, чтобы использовать инерцию и сделать выход силы. И нет, там не нужно тянуть живот, таз к турнику. Это, наоборот, будет усложнять движение. Пока Саня страдает, я хочу сказать одну тему. Очень важный фактор, чтобы развивать, нужно еще предплечье и кисть. Первое движение, видите, как я вот прям кистями держу, предплечье, сгибаю, плечоучивая работает, вот она. Получается, чик, и потом я дорабатываю кистями. Оп. Понимаете, вот. Чик. Вот, даже. Видите, я работаю вот этой системой. То есть ты, получается, просто на кистях все свое тело практически выводишь. Да, вот эта система. Вот эта система, вот эта. Как бы многие почему-то ее, как это, недооценивают или не углубляются. Даже банально вот Саня может... Потому что в выходе силы не нужно использовать свои предплечья. Более того, если неподготовленный человек последует советом Гоге, начнет закручивать предплечье и попробует использовать всю силу своих мышц-сгибателей, кистей-сгибателей пальцев, поверхностных, глубоких, с очень большой долей вероятности он заработает себе медиальный эпикандилит, потому что эти мышцы не рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузку всего вашего тела. Это мышцы, которые сгибают кисть, сгибают пальцы. В обычной жизни они делают очень небольшую работу. А здесь Гога предлагает повесить на них все ваше тело для того, чтобы сделать выход силой. И, конечно, он может так сделать, потому что у него за плечами огромный тренировочный опыт, у него очень высокий уровень. Помимо этого, у него небольшой рост, у него очень небольшой рост, коротенькие рычаги, небольшой собственный вес. Все эти моменты позволяют ему, конечно же, делать выход в такой технике и в большей степени использовать мышцы-сгибатели. Но новичкам так делать нельзя. Новички в процессе тренировки выхода выполняют его за счет использования мышц спины, за счет того, что они дают себе сильный стартовый рывок и поднимаются высоко. А предплечья у них работают только на то, чтобы держаться на турнике. Более того, когда вы высоко подлетаете, вы не держитесь за турник, потому что чем сильнее вы будете держаться, тем тяжелее вам будет проворачивать кисть из-за того, что сила трения будет высокой. Поэтому, наоборот, вы чуть-чуть предопускаете турник, проворачиваете кисть и снова берете его в замок. То, как делает Гога и как он сейчас показывает, это другое упражнение, потому что он показывает его из верхней точки. Если вы находитесь в верхней точке и ваши плечи уже приведены, то широчайшим просто некуда сократиться больше, они не участвуют в движении, и тогда единственный способ, с помощью которого вы можете выйти дальше, это как раз закручивание кисти, включение в работу мышц-сгибателей и трицепсы, использование трицепсов, потому что движение будет выглядеть таким образом, как будто вы пытаетесь опустить перекладину перед собой. Разгибание происходит в локтевом суставе, и это практически то же самое, что и трицепсовые разгибания. Но только у новичков этой ситуации не должно происходить в принципе, потому что она говорит о том, что они дали недостаточно сильный киппинг, недостаточно высоко потянулись, раз они застряли, им приходится включать дополнительные мышцы в работу. При выполнении выходов силы, если вы посмотрите, как их делают мастера этого упражнения, у них не возникает такой проблемы, потому что они изначально высоко подлетают. И когда вы учитесь делать выход силы, вам нужно сфокусироваться именно на том, чтобы прокачивать свои мышцы спины, делать их сильнее и учиться развивать максимальную силу в минимальное время для того, чтобы подлетать как можно выше. На те вещи, на которые сейчас делает акцент Гога, не стоит делать акцент начинающим. Вообще, это только удлинит ваш путь к изучению выхода силы, но никак не ускорит процесс. Братцы, вот так, типа гусем. И начать с самых, блядь, дурацких моментов это висеть. То есть даже на маленьком просто... Короткие движения, вот эти, висишь по 30-20 секунд. То есть даже вот на коротком, на низком турнике, кисть получается немножечко сюда заходит. Вот, ты ее вот так подсогни. Тебе уже заболело просто, когда я взялся. Тебе надо попробовать взять кисть. Просто чувствуя массу, это не так просто. Ну понятно. То есть вот, кисть уже правильно у меня стоит? Да, ты можешь ее локти вывести больше на меня и попробуй висеть. И теперь короткие движения делать. 90 градусов. Нет, ты сейчас делаешь немножко спиной. Вот он сейчас работал. Вот чисто вот это. Вот, вот этой системой. Видишь, ты вот в этой части сейчас. Ты включаешь ее. А тебе надо включить. Ну слушай, я если... Смотри. Не, я понял. Ну если честно, я чувствую прям даже при плече. Конечно. Ой, как заболело. Просто многие очень часто... Заболело. И если ты будешь продолжать делать это упражнение, то привет, эпикандилит. Потому что у тебя огромный вес. А твои мышцы предплечья не подготовлены к такой огромной нагрузке. В отличие от Гоги. И да, когда Санчо повис, вы видели, он взялся намного шире. И локти у него встали в сторону, а не вперед, как у Гоги. И, соответственно, да, он мог работать спиной для того, чтобы приводить плечо обратно к себе. И ты окажешься ровно в том положении, когда тебе нужно будет закручивать кисти, включать по максимуму в работу, напрягать мышцы-сгибатели, находящиеся в предплечии. И напрягать свой трицепс для того, чтобы попытаться опустить, преодолевая огромную статическую нагрузку, вызванную весом всего твоего тела, попытаться опустить турник вниз. На трицепс, кстати, это тоже создает огромную нагрузку для новичков. И можно получить воспаление сухожилий трицепса, ко всему прочему. Прекрасная, прекраснейшая обучалка для начинающих. А, да, ролик еще называется «Гога прокачивает связки», при том, что связки никакого отношения к этому упражнению не имеет, и прокачивать их нельзя целенаправленно. Вот как вы можете тренировать мышцы, вы можете чуть сложнее тренировать сухожилия. Вот связки таким образом вы тренировать не можете. Извиняйте. А ручную, они забывают, их не вывозят просто. Из-за того, что руки не вывозят. То есть, да, ты, грубо говоря, подбросил себя спиной досюда, а руками ты уже... А дальше дорабатываешь вот эту систему и плечами еще. И то там, видишь? Нет, ты подбросил себя не досюда, ты подбросил себя максимально вверх. Чем выше ты себя подбросишь, тем легче будет сделать выход силой. Даже мышцы разные работают. Почему? Почему они об этом не рассказывают? Почему так легко он выглядит, когда он это делает? Почему так легко? Вот здесь я руками работаю, видишь? Вот эту спину практически не подключу, что так узкая. Ну, она все равно подключается. Кстати, когда я 35... Кстати говоря, про выходы узким, сравните с тем, как их делает Ганнибал, который делает их за счет мышц спины в первую очередь. Вы видите, насколько выше он подлетает, хотя тоже делает упражнение узким хватом. Именно потому, что он делает выход силой, как он должен быть сделан, а не какую-то странную ересь. Хотя это тоже выход силы, конечно, просто он неэффективный. Вот и все. Вместо того, чтобы использовать большую мышечную группу, Гога использует более маленькие. Зачем? У меня на следующий день вот здесь умирало просто. Но у меня это отстающее. Слушай, у тебя наоборот, у тебя спина более развита, но руки отстающие. Ну, вот это, я понимаю, что, может быть, спина сена включая, ребят, но вот это, на самом деле, я такого не видел. Это очень крутая штука. Я прям чувствую вот тут вот все. Да. Плеча лучевая, связочный аппарат. Ну, у тебя видишь? Ну, видно, видно, что прям ручки девочки. Нет, ну, у меня тоже маленькие. Ну, слушай, я по росту, должно быть больше у меня, как минимум. Ну, из-за роста, наверное. Связочный аппарат. Где ты там связочный аппарат увидел, Гога? Скажи, пожалуйста. Связки – это то, что соединяет две кости. Ты ему показал прямо по предплечью, где одни мышцы и сухожилия. Или ты путаешь сухожилия и связки? А действительно, какая разница? Давайте наобум говорить какие-то слова, которые мы где-то услышали, какие-то термины, и еще пытаться кого-то учить. Как говорил мой любимый Уильям Шекспир, как он писал, где мало слов, там веса не имеют. Вот здесь, в этом ролике, очень много слов. И очень много слов, которые не имеют никакого веса. Но поскольку Гога весь такой накачанный, весь такой, типа, крутой, то, конечно, шкалота его смотрит и слушает, и верит. И даже вот Санчо полез опять на турник мучить свои локти, добивать свои сухожилия, получать себе свой долгожданный эпиконделит. Кстати, обратите внимание, как Санчо держится за турник. Он кладет верхний палец сверху. Большой? Какой верхний? Большой палец он кладет сверху. Таким образом, у него нет контроля над перекладиной. И если, например, делать выход скиппингом или делать с клепкой, то вероятность того, что рука соскользнет с турника, и ты нехило притемлишься, она есть. И она не такая уж и маленькая. Можете поспрашивать тех, кто занимается не первый год на турнике, и иногда так делал. Я сам несколько раз попадал в ситуацию, когда я делал выходы, и даже на более толстые перекладины, и при этом у меня большой палец был сверху, и у меня рука соскальзывала. Это неприятно, скажу честно. Поэтому, особенно если вы начинаете, особенно если вы новичок, контролируйте. Хват должен быть замком, большой палец должен быть снизу, остальные пальчики сверху, и вы полностью контролируйте перекладину. Как минимум, ну, из-за роста, наверное. Давай попробуй подводящие такие темночки. Не работай именно. Я понимаю, да. Работай вот. 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 Но у тебя, видишь, кисть выпрямляется. Да. Тебе надо вот держать. Не держит прям вообще. Пробуй просто даже на статику. Просто даже задержаться. Да, банально. Слушай, ну ты... Пытайся вот ее. Можно замок. Вот это сложнее. Просто банально висеть. Вот ты висишь, там, не знаю, 20 секунд так. Здесь секунд так. Здесь секунд так. Снова. И так в течение минуты. И даже, когда мы вот на количество делаем, хват-то отъезжает. Ну да, естественно. Как бы ребят, которые творят, все это делают на количество раз. Вот даже банально подтягиваться, у тебя первым делом отъезжает хват. Макс труб. Коновец. 100 выходов силы сделал. Ну а что? На турнике. На турнике с целью укрепления хвата никак вам не поможет в выполнении выхода силой. Потому что там не нужен хват. Там, наоборот, нужно будет предотпускать турник для того, чтобы вы могли провернуть кисть. А вис на турнике в выходе силы ничем не отличается от такого же виса в подтягиваниях. Вам не нужно ничего здесь закачивать. Это никак. Это еще одно упражнение, которое вас никак не приблизит к выполнению выхода силой. Мы посмотрели пала, вину почти ролика. Услышали очень много воды. Увидели два бесполезных упражнения. Одно из которых, к тому же, очень травмоопасное для новичков. Потрясающе. Макс, он красава. Вообще жаль. Он красава. Просто на статику подержи. Вот так даже, да? Возьми замок, да. И просто подержи. Можешь ногами не отрываться сильно. У тебя, видишь, она выпрямляется. Она сразу выпрямляется. То есть я даже там на пару секунд не могу так удержаться. Вот ты вот потихоньку пробуй. Видишь, банально. Надо еще вот здесь растягиваться еще очень сильно. Очень могут неприятные ощущения быть. Что такое жилище-то есть? Слегка. Да, на буквально сколько секунд я держусь или сколько? Вот, и видишь, в чем прикол. От хвата зависит, видишь, она у тебя начинает соскальзывать. Но ты чем-то сильнее будешь зажимать, тем меньше скользить будет. Вот это все просто. Прям как, знаешь, щелкает прям. Прям организм изо всех сил кричит, что не надо так делать. Потому что это приведет к травме. Мы в прямом практически эфире можем посмотреть, как человек игнорирует сигнал своего организма. Потом он получит травму и будет удивляться, как же это произошло. Если вдруг вам очень хочется выполнять вот это вот упражнение с закручиванием кистей, то, естественно, его нужно делать не на перекладине, повиснув сразу, а вы можете использовать для этого брусья, на которых обычно делать австралийские подтягивания. И поставив ноги на полу, приняв положение австралийских подтягиваний, делать их не из обычного положения с рук, а из положения с закрученными кистями, кистьми, закрутив их. Тогда вы тоже будете чувствовать всю вот эту работу, потому что закрученная кисть это всегда напряжение мышц сгибателей, которые находятся в предплечье. Но при этом нагрузка будет намного ниже, потому что вам не весь свой вес нужно держать. И, соответственно, потихонечку вы сможете себя подвести. Приведет ли это вас к выходам силы? Нет, не приведет. Если я хотел бы, чтобы вы из этого ролика всего выяснили одну вещь, она бы заключалась в том, что вам не нужно прокачивать хват для того, чтобы делать выход силы. Вам нужно прокачивать спину. Чисто банально, вот эти статические темы. Чик. Оп. Переместил на одну руку. Переместил на другую руку. Вообще еще вот чик-чик-чик-чик. Задержал. Это, опять же, вот система вот эта вся. Мы говорим сейчас о среде, которая вот у нас. Что? Ну, то есть... Что? Какая система? Зачем они полезли на брусья вообще? Сейчас турники и брусья. Как бы, если ты был бы сейчас с железом, мы бы сейчас немножко другое поделали. Ну да. Вот когда выхода делаешь, тебе же надо туда корпус уводить. Вот ты сейчас расположился. Угу. Держи. Держи. Номер один по части бестолковых упражнений для выхода в силу и отдается вот этому упражнению. Большая просьба, если вдруг кто-то из топовых уличных атлетов или атлетов высокого, среднего там уровня смотрит этот ролик, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот этого вот упражнения на брусьях в плане подготовки к выходам силы. Мне искренне интересно узнать ваше мнение. Я не знаю, как это комментировать. Я предупреждал вас, что это самое главное. Это самая плохая обучалка по выходам силы. Я предупреждал. Но даже второй раз, смотря это видео, я не могу. Что они сейчас делают? Зачем им сейчас прокачивать переднюю дельту? Зачем? Единственный вариант, наверное, выхода силы, в котором передняя дельта прям нужна, это когда вы делаете его из строго вертикального положения, находясь под турником. То есть, когда вы не даете себе никакого маха вперед-назад, а вам нужно строго из положения под турником поднять себя наверх выходом. Вот тогда у вас будет задействована передняя дельта. Я не помню, почему, но если ваш уровень позволяет, можете попробовать вот просто повиснуть ровно, сделать выход, и вы почувствуете, что передние дельты нагрузились. Что интересно. Во всех остальных вариантах выхода, в том числе выходов, которые учат новички, передняя дельта вообще не участвует. Вообще. И когда вы наверху, то передняя дельта там тоже не участвует. Что это такое? Прям носом туда, вперед. Ву-у-у, хорошо, ву-у-у. Во, охеренно. О-хо-хо-хо-хо-хо. Прям передняя дельта идет. Да, но я думаю... Будет хорошо, если кто-то поможет из друзей чуть-чуть, как ты мне сейчас рогами помог. Чуть-чуть тебя это отклонять. Вот, ребят, и... Будет хорошо, если кто-то из друзей скажет... Мужик, ты че творишь вообще? Ты че сейчас делаешь? Ты же выходы учишь. Ты слезай с брусьев и отправляйся на турник. Вот если у вас есть такие друзья, которые смогут вам это сказать, это будет самая большая помощь. А не ноги поддержать. Тупо наклоняетесь и держите. Очень круто. Вот, держите, 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 держите. Очень круто. Чик, вышли, устали. Отдохнули. Снова. Держите 10 секунд. Можете по 5. С подходами делайте, по 5 подходов. Потому что я тебе рассказывал, что бывало, когда я весил полегче, ну, килограмм 90, я уже мог еще больше взрываться. И вот как раз чувствовал, в передней дельте прям не хватало. Она прям как трещала вот в этом моменте. Вот, а ты в статические нагрузки подключи. Давай еще, наклоняй. Держи, держи, держи. Передняя дельта у него трещала. Может, у него составная сумка трещала, учитывая высокий вес и ужасную технику. В это я готов поверить, потому что если у него недостаточно силы в мышцах, которые стабилизируют плечо, если у него слабая вращательная манжета плеча, слабая спина, слабые руки, и он пытается себя забросить. Я готов поверить, что у него там что-то трещало. Но трещало именно в суставной сумке. Он мог спокойно получить разрыв хряща. Почему нет? Вот это могло там трещать, что у него дельта трещала передняя. Передняя дельта в выходе не участвует практически. Ну, то есть... Прям нагрузку сюда давай. Держи. 5, 4, 3, 2, отдыхаем. Прям вот она вся тянется. Статика без смс-регистрации. Я не знаю. Нет, я думаю, спортгимна... Если вы хотите действительно хорошее упражнение на переднюю дельту, то на канале есть видео с лучшим упражнением на переднюю дельту, где я показываю его, объясняю, почему она работает. И вот оно действительно позволит вам усилить, накачать переднюю дельту. То, что они сейчас делают, ну, такое себе. Я думаю, они творят подобное. Я как бы не наблюдал за тренировками, но там у них стопудов всякие статические темы. Блин, мы сделали чего? 10 секунд каждого, у меня руки уже охренели. То есть начинаем отсюда просто сначала, если мы не можем делать движение как ты, начинаем просто со статики, просто хотя бы держивать, да? Да, банально. Если держим уже какое-то время нормально, секунд 15-20, да, наверное? Ну, некоторые будут чувствовать, да. Уже можно немножко подключать уже движение, пытаться уже делать это. Ну, опять же, это советы, ребят. Это не то, что прям вот стопроцентно делать. Это наши советы. Вот меня совет небольшой. Это 100% то, что не надо делать. Это от меня вам совет. Ну, вот, чик. Видишь, я пытался уже выходить вот так даже. Вот прям вываливать туда голову и передние дельты прям туда, бам. Очень много всего. Прям пи***ш много. Вы можете, я говорю, информацию найти, но сейчас со своей колокольни я говорю. Да, но ты, мне кажется, говоришь прям про хорошие именно выходы силы. Потому что, наверное, когда люди по инерции выходят, это уже не так важно в плане этого. Ты говоришь прям вот про красивые. Да, по инерции, когда ты начинаешь работать, там очень важно, ну, прям как ты взорвешься, так и взлетишь. В этом прикол. Но я все равно хочу немножко вот тебе накидать и ребятам показать. Нет, ты прям показываешь, как хорошо, чтобы делать. А ты попробуй, кстати, вот сейчас я тебе показал. Вот фиг с ним, что ты кисть сейчас будешь держать ровно. Вот смотри. Дело не в инерции. Дело в том, делаете ли вы медленный выход силы или вы делаете обычный выход силы. Потому что, когда вы делаете обычный, вы взрываетесь, но взрываться вы можете с помощью своих мышц, а можете с помощью киппинга. То есть чистый выход силы на силе вы можете делать за счет мышц, за счет того, что вы резко сокращаете мышцы спины. Если вам не хватает этой силы, вы где-то застреваете. Причем вам ее, видимо, сильно не хватает, потому что вы застреваете даже вот на таком уровне, где перекладина не так высоко, и вам ее надо опускать вниз. Вам приходится также задеть и другие мышцы. Кстати, ни слова он пока не сказал про трицепс. Хотя его работа, его работа вот в этом движении, она основная. Потому что от того, что вы просто закрутите кисти, ничего дальше не произойдет. Мышцы-сгибатели, находящиеся в предплечьях, они просто позволяют согнуть кисть. И все. От этого вы выход силы не сделаете. Вы просто вот так вот повиснете, и все. Бицепс сокращен, плечо-лошевая сокращена, мышцы-сгибатели сокращены, и вы висите. Чтобы дальше сделать выход, вам нужно использовать трицепс, про который мы сейчас пока ничего не услышали. Подтянулся, и туда прям вывалился. Вот у тебя получается немного по дуге. Вот чик. И туда прям вываливайся. Еще, еще, давай, еще пять раз сделай. Прям вываливайся. Голову тащи не вверх, а вот туда, вперед. Не хватает немножко. Тебе еще не хватает? Посмотри. Вот это вот, мне кажется, движение. Видишь, кисть. И локти вываливают тоже туда. Смотри. Да, кстати, я тоже обратил внимание, и... Удивительно, что Гог заметил этот момент, что у Санчо кисти, они находятся под турникумом. Он, в принципе, не может себя закинуть наверх. Вы не можете сделать выход силой, не можете закинуть себя наверх, если ваши кисти находятся под перекладиной. Вам сначала нужно провернуть кисть, и затем по цепочке за кистью идет локоть, затем плечо, и вот вы уже над перекладиной. Пока кисть находится под перекладиной, вы ничего не сделаете. Так я, знаешь, я вот это пытаюсь, я как раз чувствую слабость. Вот, вот здесь вот. Я прямо чувствую, что мне не сделать. Ну, доработаешь, так и попрет. Но, опять же, это долгое время. Давай еще. Хочу, чтобы пострадал мне. Поэтому для отработки непосредственно момента перехода используется другое упражнение, не то, которое сейчас показывает Гога и Санчо. Нужно найти турник небольшой высоты, на который вы сможете запрыгивать и проворачивать кисти. То есть вы стоите на земле, держите этот турник, отталкиваетесь прыжком от земли, проворачиваете кисти, выходите в положение упора на перекладине. И обратно. И вот это вот упражнение, оно, наверное, является лучшим с точки зрения именно отработки техники выхода силы, которая позволит вам понять, что и как происходит. И дальше уже весь вопрос будет заключаться именно в том, есть у вас достаточно сил и возможности быстро сократить мышцы спины, чтобы поднять себя над перекладиной или нет. Вываливай. Я прям чувствую, как оно, ну, не трещит, ну, вот такая, знаешь, что-то вот. Голову не вверх, а тащи туда, вперед. Хорошо. Вот это все прям. Ребята, да, кстати, все это пробуйте, даже если вы можете такую тему пробовать, когда вы уже размотались в щи, уже все, ну, никакие. Ну, по 10 раз 5 кругов сделать из таких. Ничего там, ну, плохого я не вижу. Короткий. 50 повторений тяжелого упражнения делать в тот момент, когда вы уже устали, как минимум будет неэффективно, потому что, во-первых, ваши мышцы устали, во-вторых, это уже конец тренировки, вам тяжело сохранять сосредоточенность, сфокусированность. Вероятность получения травмы возрастает, особенно если вы будете делать вот это вот закручивание кистей. Это очень странный совет. Вообще нормальная логика, когда вы после разминки, хорошие, вот вы размялись, сделали разминочные подходы, и в начале тренировки у вас идут тяжелые упражнения, когда у вас еще много сил, когда у вас еще полная концентрация, и когда вы можете выкладываться на полную. Вы учите то, что вам нужно учить. А в конце уже тренировки размещают забивку. Именно так тренируются гимнасты. У них идет разминка, затем основная часть, и в конце силовая забивка. А не так, что они размялись, раскачались, а в конце решили учить тяжелые элементы. Движение, еще что-то. С маленького турника как раз, да. Да, вот с маленького турника. Сила так не тратится, как на большом. И иногда бывает, можете подключить небольшую паузу. То бишь... Чик. Оп, плавно опустились. Негативный. Да, снова. Чик. Плавно опустились. Вот работает система. А, ну и не забывайте упражнения, связанные с руками. И прям еще будет лучше. Давай еще раз. Небольшую паузу сверху. Охо-хо-хо-хо. Вообще жесть просто. Еще вот здесь можно ловиться. Вот-вот, она прям трещит. Я выходы силы делаю. Вот-вот. Именно то место, где у тебя крепится огромное количество мышц сгибателей, у тебя сейчас воспаляется. И ты продолжаешь его воспалять всей своей тушкой, вися на этих мышцах, которые не предназначены к такой большой нагрузке. Это... Если вы вдруг узнали себя на этом ролике, и у вас такие ситуации на тренировках были, а потом вы обнаруживали, что вы вдруг травмированы, и вам нужно восстанавливаться, то не надо удивляться. Организм вам всеми силами пытается сообщить, что ты делаешь что-то не то. Что-то не то. Еще момент, про который можно сказать в этом контексте. Обратите внимание, что он держится широко достаточно, и локти у него расходятся в стороны. Чем шире вы беретесь за перекладину, и чем шире у вас локти от тела, тем сложнее будет сделать выход силой. Чем ближе, чем уже вы беретесь, и чем ближе вы держите руки к корпусу, тем вам будет сделать выход силой легче. На кольцах в каждой ноге по 24 килограмма в инстаграмме есть, но где-то год назад было. Я чуть не умер. У меня вот здесь такие нагрузки пошли. Именно когда ты вот и вышел, и все, и пошла жара. Получается, весь вес практически всего тела. У тебя распределяется вот здесь. Да, он прям сюда. У меня же не просто так вот, смотри, вот здесь немножко такое, а у амбрестлеров или скалолаза. Как бисепс дополнительно. Да, там вываливается вообще страшно. Давай еще. Вы не забывайте разминаться перед этим. Во! Сейчас прям хорошо ворвался. Во! И попробуй на выдохе еще. Да. Ну, он уже начал проворачивать кисти, и это положительный момент. Хоть какой-то прогресс в этой тренировке у него есть, если он не убьется, конечно, в конце. Вот сейчас, кстати, последние разы у тебя прям хорошо. Или ты прогрелся сейчас? Вот такого я нигде не видел в обучении. И вот этого я тоже не видел. Потому что ты не смотрел мои обучалки. Почему? Почему ты не смотришь мои обучалки? Для кого я их снимаю? Сам импульс просто давать. Да не, импульс, конечно, круто, но... Ну так и будешь делать с импульсом, скорее всего. А чтобы делать прям красиво, связочный аппарат по-любому нужен. Это прям чуть ли не... Останавливается. Ты не сможешь делать. Ну, как-то поделать. Связочный аппарат тебе зачем, чтобы это все делать? Ну, как-то поделали, а руки прям уже вообще трещат. Они могут болеть долго. У меня, говорю, по две недели, месяц, если прям я дико загрузился, страшно. У Гоги в Инстаграме будет тренировочка. То, что мы снимали вчера. Я немножко поучаствовал. Со своим телом вообще х**, минут 10 это заняло. На следующий день я просто встать не мог, короче. Реально не мог встать. Но мне прям все болело. Все, тело прям болело. То есть там вот такие статодинамические тоже элементы разные. Очень большая ошибка начинающих. Они думают, что мышцы после тренировки обязательно должны болеть. И если вот мышцы не болят, и если ты не умираешь на следующий день после занятия, то значит, ты плохо потренировался. На самом деле, конечно же, нет. Вот это вот выражение «но пейн, но гейн», пришедшее из Америки, оно не имеет смысла. Вы тренируетесь не ради боли. Ваша задача научиться, допустим, делать выход силы или увеличить количество подтягиваний. И вы смотрите. Если ваша тренировка есть на тренировке, вы сделали, допустим, больше подтягиваний в сумме, чем на прошлой тренировке. То есть нагрузка увеличилась, тренировочный объем вырос. Или если вы подтянулись с большим весом, или сделали более сложные подтягивания. То есть у вас есть определенный прогресс в нагрузке. Или вот вы учите выход силы, вы видите, что на прошлой тренировке вам какая-то подводящая штука не давалась, теперь она далась, или вы сделали ее больше, или сделали более сложную подводящую штуку. То вы видите, что у вас есть прогресс. И вне зависимости от того, болит у вас что-то на следующий день или не болит, тренировка прошла хорошо, потому что вы достигли какого-то прогресса. Далеко не всегда будут мышцы болеть на следующий день, и это не значит, что вы плохо потренировались, если на предыдущей тренировке вы смогли увеличить нагрузку, которую даете своему организму. Это очень важно понимать. Более того, вот это вот ощущение, когда вы полностью убиты на следующий день, у вас все болит, и ладно, еще мышцы болят, но если у вас еще болят сухожилия, ноют очень сильно, это наоборот плохо. Плохо. Значит, вы дали слишком большую нагрузку своему организму. А значит, вы подвергли себя риску получения травмы. А может быть и получили травму. И возникает вопрос, зачем? Для того, чтобы получить желаемый результат на недельку-другую быстрее. При этом вы рискуете выпасть на несколько недель, месяц из тренировочного процесса вообще, если получите травму. Это просто не имеет смысла. Это контрпродуктивно. Разве что вам очень нравится само по себе это чувство, и вам не важны результаты. Вам важны не результаты, а вот именно чувство, что вы такие крутые, вы потренировались, у вас теперь все болит. Но мне этого не понять. Я, наоборот, считаю, что чем меньше времени на площадке я буду проводить, при том, что я буду получать те результаты, которые хочу, тем лучше. И в идеале я вообще не должен чувствовать на следующий день, что я тренировался или что-то там. Главное мне, чтобы результаты росли, чтобы показатели увеличивались, скиллы прокачивались. И вот это для меня главное. Блин, простейшая тема. Но почему-то никто не включает ее. Хотя, может быть, включает. Просто я, типа... Локти смотрят туда-вперед. Задача с 90 градусов. Просто статика на обидку. Ну и на руки. Держимся. Если хотим более усложнить, на пальце. Чик-вот получается. Висим на пальцах. И короткие движения можно подключать. Вот оно. Вот эти не очень кому-то движения, но они прям топчик. Просто висишь. Чик-вот. И еще одно абсолютно бесполезное упражнение для обучения выходом силы. Каким образом вис с нижним хватом на турнике на бицепс помогает сделать выход? Я не знаю, ребят. Я не знаю. Я думаю, и Гога не знает. Ладно, еще когда он начал висеть на пальцах, то у вас опять включаются те же самые мышцы сгибателей, сгибатели пальцев в данном случае, поверхностные, глубокие. И вы снова, снова повышаете шансы заработать медиальный эпикондилит, потому что им приходится держать весь вес вашего тела, к чему они в принципе не подготовлены. Теперь чуть ниже. Стоп. Повиси, побалдей. Можно сказать... О, кстати. Тихо, раз, тихо. Сейчас на пальцах попробую. Ну, блин, тоже тяжело. Ну, ты если по 30 секунд, тире минуту сделаешь, будет вообще не... Ну, так. Кисломолочно. Давай на пальцы. О, вот балдей. Ой, а что это за упражнение на руки? Нет, это прям вообще... Да, и постепенно, постепенно вся эта система будет укрепляться, улучшаться. Ой, мы зашли на видео, а выходов нет. Сейчас будет. Занимайтесь. Али, нет. Ну, ладно, я хотя бы понимаю уже, как работать. Да, ну, мне еще кажется, что у тебя система не выводит и за вес. Ну, конечно, еще надо скинуть. Здрасте, это я-то там, ладно, 365 килограмм. Ребятам уже, да. Ну, нет, ну. Ну, это уже хорошо, что ты уже начал уже вот это. Главное, знаешь, бывало, что... А? Я прям, бывало, подтягивался прямо досюда уже, знаешь, ну, прям. Ну, не делал бы ты это. Ну, если только скиппингом. Потому что подтягивания были, по сути, бессмысленные. Когда ты вот подтянулся... Не, почему? Все равно это плюс. Когда ты подтянулся, тут уже надо доработать. Вот. Вот, видишь, первое движение все равно идет. Вот эта тема тебя вываливает туда. Держи. Держи. Раз. Два. Три. Ноги тащи. Четыре. Нет. Не эта тема. Надо еще раз объяснять про то, что прокручиваете вы кисть, когда не держитесь практически за турник. Наоборот, чем вы сильнее будете сжимать турник, тем тяжелее вам будет провернуть кисть из-за силы трения. Или это и так понятно? И вы просто прокручиваете кисть на том моменте, когда вы высоко себя подбросили, резко сократили мышцы спины, высоко подбросили, и у вас появляется возможность прокрутить кисть без нагрузки. Кисть, локоть, плечо. Сделали выход. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Отдыхать. Трицепс даже включается. Конечно, ты держишь. Жестко, руки болят. Конечно. По-моему, технических моментов, ну, ребят, есть видосы. Можете там палить сейчас вообще. Как накачать, даже, не знаю, скулы, наверное, есть. О, да, сейчас тренируют какая-то такая тренировочная хуйня. Вставляешь, короче, в рот. Американцы придумали. Жуешь, и тебе якобы скулы тренируешь. А реально тренажер для скулы. Любе шуток. Если вдруг у кого-то из зрителей оригинального ролика или этого ролика возникнет желание купить этот тренажер, то проконсультируйтесь, пожалуйста, со своим зубным врачом. Перед этим он вам объяснит все на мышцах. Каким негативным последствием может привести использование подобного тренажера вне зависимости от его типа. Там даже два вида таких тренажеров в зависимости от того, как именно они тренируют челюсть. И вот он вам объяснит. При том, что вообще не факт, что эти тренажеры дают тот эффект, который обещает их производитель. Кстати, сам производитель на своем сайте говорит о том, что этот прибор не является медицинским прибором. Это просто развлекательная штука. О чем-то подобном я уже говорил, когда рассказывал про фитнес-браслеты, которые также не являются медицинскими приборами. А значит, все информации, которые они дают там по сожженным калориям, по частоте сердечных сокращений, по качеству сна, это информация, ответственность за которую производитель никак не несет. И тем более за последствия тех действий, которые вы можете предпринять на основе этой информации. Так что будьте осторожны и не занимайтесь всякой фигней. Не надо всякие странные штуки себе в рот совать резиновые. К счастью, этот ролик уже почти закончился. Почти закончился. И мы его досмотрим. Все, там такая есть реальная тема. Я уже не удивляюсь ничем. Как думаешь построить? Вот ты дал, допустим, четыре упражнения. Ага. Как их выстроить в тренировочный процесс? То есть что первое, что второе, что третье. Ну, мне кажется, это... Если ни одно из них не включать в свой тренировочный процесс, то вы получите на и лучший результат в ходе изучения выхода силой. Можно чисто отдельный день вот прийти, поделать. Ну, только разогреться. С установим разминку все дела. И можно в конце как заминку. Просто перед началом, к примеру, каких-то сложных элементов там, я не знаю, ну, можно хорошо загрузить. И можно не вывести. Но опять же, все зависит от состояния организма, как вы себя чувствуете. Некоторые могут сейчас вот прийти, прям разминку эту сделать и начать уже хардкорить. Это от состояния организма зависит, от как вы чувствуете, что вы вывозите, не вывозите. Просто вот мы с Витей можем там... Ну, у нас разминка, это чуть ли не тренировка. Размотаться по-страшному, потом какую-то силовую тематику сделать, а потом уже вот угорать, вот типа вот таких... Это правильно. У нас в футболе то же самое было. Организм должен быть максимально разогретым, тогда минимализируется количество травм. Да. Ну, можно еще как Девс прийти, да, и сразу хереть. Ну, это, наверное, наш стиль. Зато готов ко всем приключениям. Вот и все, как бы. И не забывайте чувствовать организм. Я, к примеру, почему-то мне говорят, вот, ты каждый день трюш... Когда я каждый день тренировался, и у меня был период в жизни, СНС страдало, температура тела повышалась, мне ничего не хотелось, организм не восстанавливался. Уделите процесс восстановительным моментам. Если организм хреново восстановился, ну, повышенный шанс травматизации, ты ничего не хочешь, настроение хреновое. Там свою женщину в постель затаскивать неохота, потому что организм не восстановился ему не до этого. Как бы... Вот это, кстати, типичные примеры того, что происходит с организмом, если вы попали, если вы словили перетренированность. И организм уже попадает в состояние, когда он, в принципе, не успевает восстановиться от тренировки к тренировке, это все ухудшается, и он фактически начинает угасать. Вот Гогов очень хорошо описал, что с вами будет, поэтому те, кого волнует вопрос, как понять, что ты словил перетренированность, если у вас какие-то из этих симптомов начали появляться, то это сигналы. Тоже вот эти моменты не забывайте. Вот сейчас связки мы загрузили, ну, я, вот, примеру, сейчас постоянно гоняю по связкам. Надо отдохнуть. Какие связки он сейчас загрузил? Как он связки загрузил? Почему он путает связки и сухожилия? Вот и все, что нужно знать о квалификации этих гуру фитнеса с YouTube. А ведь он еще платные курсы продает, представляете? Потому что он сам не разбирается, как еще и других учат. Чувствуете свой организм? Одно дело, когда вы... Есть ребята заряженные, там, пиздец щит. У них другие гуморальные процессы, другие восстановительные процессы. Бывает, спортсмены прямо, он зарабатывает на этом. Ну, блин, у него уже это заработок денег, у него немножко это другая атмосфера. А если вы просто занимаетесь для здоровья чисто в кайф, не забывайте про отдых. Я говорю про ребят, которые вот прям чисто наслаждаются, кайфуют, держат в тонусе свой организм. Отдых номер один, потому что, если вы придете, на следующий день там не сможете много чего сделать. Значит, поменьше сделайте там нагрузки. Вот регулируйте. Это не значит, что надо хардкорить постоянно. Да и в целом люди разные. Я знаю ребят, которые, знаешь, раз в неделю на турнички сходят, и такие уже нормальные. А бывают люди... Есть такое-то... А бывают, которые каждый день ходят, знаешь, типа, и не растут ничего. А, кстати, вот не растет ничего еще. Знаешь, какой фактор тоже? Я встречался, человек постоянно занимался, прям вот кипятком сасом занимался, но не отдыхал. И получается, что организм не мог нормально восстановиться, построить процессы. Он очень плохо ел, и в итоге у него прогресс вот стоял. Когда он начал отдыхать, у него пошли результаты. Потому что организм восстановился. Все надо как сделать. Центральная система работает, суставы работают. Ой, мама звонит. Нам этого есть. Рекламная пауза. Да. Ну, то есть, да, он все правильно говорит, потому что многие не понимают, что организм растет, мышцы растут не на тренировке. Они растут во время отдыха. То есть на тренировке вы фактически создаете запрос своему организму на то, что вам нужно больше мышц. Вы даете ему нагрузку, с которой он не справляется, которая является для него стрессовой. И организм понимает, что нужно построить мышцы, чтобы в дальнейшем с такой нагрузкой справляться. Но дальше вам нужно отдохнуть и дать своему организму все необходимые ресурсы для того, чтобы он, собственно говоря, эти самые мышцы построил. Так что это абсолютно правильно, да Есть огромное количество параметров, которые мы сейчас не будем рассматривать Но в общем плане будем говорить, что если вы даете недостаточный отдых Вы будете получать хуже результат, чем если вы даете себе достаточный отдых Мама, я там отвлекся А по поводу гуморальных процессов Ты так сказал, как будто какой-то кореш, знаешь, бандюга А, мама, ты чё, я же, мама моя, ты чё Мы все разные, ребята, все гуморальные процессы разные Может там у тебя выработка желез другая Среда обитания зависит от жизненных каких-то моментов Так что занимайтесь, балдите и всё Самое главное, всегда представляете, какой вы на конечном результате И плюс ещё вот эти положительные мысли должны у вас быть в голове Я понимаю, что сейчас, б***ь, какие положительные мысли Я работаю 24 часа на 7, а чё, я не работал, что ли? А чё, у меня не было, что ли, проблем? Я такой, б***ь, выскочил один на один, и всё, б***ь Нет, ребят, настраивайте себя Если вы будете на положительной волне, и успех, и положительные темы, и результат всегда придёт Если у вас негатив, тяжело, тяжело Ну, у Сани, вот, что ему надо тренировать, просто делать, и это время Ну, прям чувствуется слабость, ты сам видишь, да? Ну да, ну ты ощущаешь Здесь надо, говорю, давайте слабый момент пробить, и как бы... Ну, это такой небольшой ролик о рассказе, что надо делать Попробуем Я буду тренироваться, получится Посмотрим, через сколько чего-нибудь Ну ты чё, в такой маечке и с кепочкой, ну, сказал уже, всё Нужен топи тогда Ну чё, ребятки, большое спасибо Кстати, у Гоги сейчас ролик выйдет на канале По разным способам выходов силы, да, как мы это можем сказать Несколько... Разновидностей Разновидностей То есть мы уже на другой уровень Гога переходят Думаешь? Ему уже неинтересно делать просто, ему нужно показывать просто разные выходы силы Бля, хера себе ты сказал Да Это новый уровень Тут люди хотят просто сделать выход силы Ладно Ладно Хорошо, что это закончилось Я уверен, что если вы не первый день на ютубе Если вы не первый день смотрите обучалки по выходам Или сами умеете делать выход То вы уже поняли, насколько это ужасно Насколько это печально Насколько это всё плохо, отвратительно Небольшой ролик 25 минут выкинутых в пустую А вы-то смотрите мой разбор Поэтому... Поэтому, кстати, нет Мой-то разбор полезный Я-то даю вам правильную и полезную информацию Которая вам действительно поможет сделать выход силы И указываю на те ошибки, которые допускают другие Поэтому мой-то как раз разбор Это не пустая трата времени Но что касается видеогоги Это реально... Это самая худшая обучалка по выходам силы Которую я видел за 10 лет Мне кажется, даже вот новичков взять Которые несколько дней назад научились делать выход силы И они дадут больше полезной информации Чем в этом ролике Потому что вот все те упражнения, которые он показал Упражнения на мышцесгибатели Это просто бред, который не нужен для изучения выхода силы Упражнения на переднюю дельту Это меня, честно скажу, чуть не прибило Мне пришлось волокординчик пить Когда я увидел вот это вот упражнение в обучалке на выходе силы И то есть, ну... Это настолько бредятина И это настолько вам не поможет научиться делать выход силы Если вы учите делать это упражнение Или даже выход на две, что... Ладно, ладно бы это просто было неэффективно Ладно бы просто вы делали эти упражнения И ничего бы не получали результат Но так вы еще травмироваться можете очень нехило Заработать медиальный эпикантилит на всем том, что он показывает Как вот пальцами щелкнуть Я уверен, что из тех, кто пробовал его программу, наверняка Люди страдали с проблемами с воспалениями сухожилия в локтевом суставе Потому что Гога даже не знает, что такое сухожилие У него система и связочный аппарат Вот есть и как бы... и все Про то, что есть сухожилия, есть мышцы, есть кости Я думаю, он такое очень размытое представление имеет Поэтому... и не задумывается даже Даже не задумывается над тем, насколько опасно все то, что он показывает Потому что его уровень защищает его Чем выше твой уровень, тем больше ты можешь творить глупостей Потому что твои силы тебя защищают Но для новичков это... это очень опасно Вот такой вот разбор сегодня Если он вам понравился, то поддержите нас своими комментариями, лайками Если вы хотите больше увидеть разборов на непосредственно Гогу И то, что он рассказывает, то пишите в комментариях Я с радостью С радостью я бы не смотрел это и не делал эти разборы Но меня попросили сделать разбор на выходе силы Соответственно, я его сделал Если вы попросите, хорошо, сделать разбор еще на что-нибудь Я его сделаю Но никакой радости мне от просмотра подобных вещей нет вообще Только ради вас это делаю, поэтому... Вот так вот На этом на сегодня все Да Если вдруг кого интересует, что это за перчатки Это специальные перчатки из магазина Workout Shop Разработаны для того, чтобы делать выход силой На перекладине У них специально поверхность ладони, которая скользит Скользит, видите, она вот так Это вот я полностью сжал, напряг И она спокойно прокручивается Что крайне необходимо, если вы делаете выходы силы Если вы делаете медленные выходы силы, например Для того, чтобы не напрягать свои мышцы, сгибать Или не травмировать их, потому что вес вашего собственного тела Очень и очень высок И без подготовки дать такую нагрузку на эти небольшие мышцы Это прямой путь к травме Я думаю, что я это сказал уже раз Не знаю, сколько за сегодняшний ролик Но просто это действительно Действительно очень распространенная травма Все Спасибо за просмотр Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok